Сегодня в Риге наблюдалось противостояние двух площадей. На Ратушной собрались наследники идеи легионеров. Возле памятника свободы антифашисты. Их столкновения стремились предотвратить сопнутые ряды полицейских. Во второй половине дня правоохранительные органы развернули давно обещанные активные действия у памятника свободы. 500 полицейских живым кольцом оцепили всю площадь у монумента. Столько полиции на этой площади не было за всю историю независимости Латвии. Памятник охраняли даже кадеты полицейской академии. Тем временем у часов Лайма собрались антифашисты, протестующие против ненормального праздника 16 марта. Общество должно протестовать против возрождения нацизма. Потому история показывает, что это с какой-то периодичностью. Эти идеи становятся опять популярны среди, особенно молодежи. Собравшиеся заявили, что надо освободить Латвию от нацизма. При этом лидер антифашистов Иосиф Корен призвал действовать законными методами, не вступая в стычки с полицией. Почти одновременно на площади стрелков собрались несколько десятков сторонников перкован-крустовца Игоря Шишкина. В свое время он был осужден за участие в подрыве памятника освободителям Риги в Пардаугове. Сегодня он защищает легионеров, потому что, по его мнению, те боролись против всех. Для него война за независимость не закончена. Поскольку мой отец был офицером латвийской армии, для меня та война не закончилась. Вот и сегодня они отдают Абрины. Война продолжается. В отличие от довольно невразумительных лозунгов Огненного креста, крепкие ребята из Союза национальной силы и организации Клуб-415 намерены бороться за власть легальным путем. И шествие к памятнику свободы – отличный повод напомнить о том, кто в доме хозяин. Это шествие легионеров. Для меня лично это большой праздник. Полиции удалось успешно разделить противоборствующие силы и избежать стычек. ССовцы остались внутри живого барьера из полицейских, распевая национальные песни, а антифашисты – вне его. И те, и другие продемонстрировали все, что могли, так и не послушавшись мудрого намека президента страны о том, что человек, считающий себя патриотом Латвии, не станет поддерживать эти мероприятия своим присутствием.